с этим сегодняшним праздником. Итак, сирень Победы и новые сорта с историческими названиями. Отцом селекции сирени в мире следует считать французского селекционера Виктора Лемуана, которому, работая вместе с сыном Эмилем и внуком Анри, за 80 лет работы, помимо множества сортов декоративных культур, удалось вывести 214 сортов сирени. Именно Виктор Лемуан положил начало традиции называть новые сорта сирени именами политиков, деятелей культуры, а также полководцев и других. В нашей стране истоки селекционной работы с сиренью неразрывно связаны с именем Леонида Алексеевича Колесникова, которому за 50 лет упорной работы удалось отобрать около 200 перспективных сиренцев, при жизни дать имена примерно 70 сортам. Не все из них, к сожалению, удалось сохранить до наших дней. Многим сортам Колесников дал имена героев Великой Отечественной войны, а также видных деятелей отечественной науки, искусства и культуры. Благодаря вдохновляющему примеру Леонида Алексеевича, селекционная работа с сиренью была развернута в ботанических садах и дендрариях России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, в республиках Прибалтики. В конце прошлого века, в сложные времена перестройки и развала экономики, систематические работы по селекции с сиренью в России практически не проводили. Творческая группа «Русская сирень» сформировалась в 2000 году. И основной задачей было сохранение и дальнейшее развитие традиций отечественной селекционной школы. До этого времени будущие участники «Русской сирени» были заняты сбором собственных коллекций и эксперименты по селекции проводили разрозненно. Сегодня в группе работают 4 человека. Это выпускники отделения генетики и селекции Агрономического факультета Московской академии имени Тимирязева, кандидат наук Аладин Сергей Александрович, доктор сельскохозяйственных наук профессор Аладина Ольга Николаевна, а также вице-президент Международного общества «Сирени» по России и странам Азии Полякова Татьяна Владимировна. Четвертым нашим селекционером является Анастасия Сергеевна Аладина. За 20 небольшим лет работы нами выведено 120 сортов сирени, 13 из которых внесены в государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации, 8 сортов запатентованы. У сиреней много образов и смыслов. Сирень – это поэтический символ дворянской усадьбы, русского сада. Сирень – это часть святой земли в монастырях. Это идеальное городское растение, украшение парков, скверов и улиц. И, наконец, сирень – это символ победы, живая память о героических событиях нашей истории и о наших выдающихся соотечественниках. Следуя традициям предшественников, многие сорта сирени мы также посвящаем выдающимся деятелям науки, культуры и искусства. Более трети от общего количества наших сортов мы посвящаем историческим событиям и полководцам нашей страны, способствуя таким образом популяризации сирени и развитию движения «Сирень Победы». Автором идеи движения «Сирень Победы» является наша коллега Татьяна Полякова, которая еще в 2005 году впервые сформулировала это словосочетание, провела в московских школах первые акции по посадке сирени в память о войне и с тех пор является активным организатором и популяризатором этого дела. Группа «Русская сирень» – участник выставок и фестивалей. Ее сорта представлены сегодня в коллекциях 19 ботанических садов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2020 году в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге была организована юбилейная выставка сортов нашей сирени нашей творческой группы, которая позже экспонировалась в музее «Дорога жизни», в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, в нескольких крупных культурных и образовательных центрах Москвы и Санкт-Петербурга. С апреля по октябрь этого года в Смольном демонстрировалась выставка «Сирень – символ победы», организованная музеем «Смольный» управлением делами администрации губернатора Санкт-Петербурга при участии нашей творческой группы. На выставке была широко представлена также и наша сирень. А теперь о новых сортах, посвященных Великой Победе. Отдавая дань подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне, самый первый свой сорт мы назвали «День Победы». Это ежегодно обильно цветущая сирень, слегка выгорающие лепестки, которые напоминают выгоревшее в боях знамя. На этом фоне запечатлено цветение сорта «Сирень Победы» в парке «Победы» в Москве на Поклонной горе в 2016 году, то есть на следующий год после посадки, после юбилея. «Гвардейская». Спутать эту своеобразную сирень с другими трудно. Характерным признаком являются хорошо заметные рубчики, лампасы, проходящие вдоль широких лепестков и с золотисто-желтым центром каждого цветка. Ну, она скорее больше сиреневая. «Патриот». Красивая, темная, впечатляющая сирень с лепестками классической формы, слабо выгорающей лилово-фиолетовой окраски. Следующие три сорта названы нами в честь советских добровольцев, принимавших участие в качестве военных советников во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. Маршал Малиновский, полководец, участник четырех войн. Яркая, малиново-красная, махровая сирень с впечатляющими плотными кистями по форме, напоминающими маршальскую папаху. Особенно интересно эта сирень получается в выгонке. Адмирал Кузнецов. Свой первый боевой опыт будущий адмирал флота Советского Союза и военно-морской министр получил как раз в Испании. Сегодня его имя носит единственный авианесущий крейсер российского флота адмирал Кузнецов. Пышная, стойкая к выгоранию, махровая сирень с оттенками пены, цвета пены и морской волны. Аделина. Этот сорт был назван и в 2012 году подарен лично военной переводчице, участнице Гражданской войны в Испании Аделине Вениаминой Кондратьевой, которая, получая этот подарок, сказала «Я счастливый человек, потому что теперь я знаю, каким цветком я буду потом». Удивительно, но эта сирень оказалась как две капли воды, похожей на любимый шарф Аделины Вениаминовны. Крупная, ароматная, очень нежная сирень. В этом году страна отмечает 80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Этому событию и его героям мы посвятили новый сорт сирени, который назвали Волоколамский рубеж. Края лепестков этой простой крупной лиловой сирени в процессе цветения выгибаются наружу и светлеют, напоминая своим видом снег, лежащий на брустерах окопов. Прощание славянки это самый известный и самый, наверное, самый любимый всеми военный марш, написанный Василием Агапкиным в 1912 году. А теперь это еще и строгая, пышная и впечатляющая сирень. Сталинград Сирень, Сталинград, а еще сорта Маршал Рокоссовский, Курская Дуга и Милосердие я посвящаю памяти моего отца, ветерана Отечественной войны, гвардии полковника Алладина Александра Ивановича, прошедшего две войны, кавалера Ордена Отечественной войны, трех орденов Красной Звезды, награжденного медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за взятие Кенигсберга, за победу над Германией и победу над Японией и другими. Впечатляющее обильное цветение сорта Сталинград. Маршал Чуйков, один из героев Сталинграда. Впечатляющее плотные кисти простой сирени, издалей очень похожий на махровую. Бесстрашный и отважный командующий 62-й армии, оборонявший Сталинград, участник крупнейших операций Великой Отечественной войны. Севастополь. Далее еще два морских сорта. Севастополь белая, махровая, пышная сирень с очень крупными красивыми цветками. названа в честь белого города-героя. Адмирал Нахимов названа именем великого русского флотоводства. Простая бархатная поздняя сирень, не очень крупная, но самая темная из известных пурпурных сортов. Маршал Рокоссовский. Конечно, Константин Константинович герой и блестящий полководец, который руководил не только сражениями на Курской дуге, но он участник практически всех крупных операций Великой Отечественной войны. Высокие вертикальные кисти с не очень яркими, но красивыми махровыми цветками имеют внешне напоминают фигуру всегда подтянутого стройного маршала. Курская дуга красивая яркая регулярная и обильно цветущая узнаваемая поздняя сирень. Прохоровка. Сорт назван в честь одного из величайших танковых сражений Второй мировой войны. Если всмотреться, то в цветках этой простой не очень яркой, но необычной сирени можно увидеть нагромождение техники дым, кровь и белгородский известняк. Т-34 самый массовый средний танк Второй мировой войны, ставший одним из символов нашего оружия и нашей победы. Сирень не очень яркая, но впечатляющая, ежегодно обильно цветущая. И как и сами эти танки, которые не сильно выделялись на поле боя, но которых было очень много. Маршал Конев очень красивая, крупная, голубовато-лиловая махровая сирень. Именно такая, какую по рассказам близких и сослуживцев любил сам Иван Степанович. Однажды у маршала спросили, с чем у него ассоциируется окончание войны. Иван Степанович ответил с ароматом сиреней и тишиной. И следующий свой сорт мы так и назвали тишина. Крупные кисти этой простой сирени, имеющие необычную умиротворяющую светло-кремовую окраску, крупных красивых цветков, не теряет своего очарования и привлекательности до самого конца цветения. Маршал Соколовский. Сильнорослая, яркая, строгая, стойкая к выгоранию сирень, названа в честь маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского, принимавшего участие в разработке всех крупнейших стратегических операций Великой Отечественной Войны. Маршал Бирюзов. Случилось так, что судьба, подвиги и жизнь этого человека оказались неразрывно связанными с Югославией, Сербией и Белградом. Он освобождал эту землю и братские народы от фашизма и трагически спустя 20 лет здесь же погиб. Сербия глубоко чтит память своего героя маршал Сергей Семенович Бирюзов, народный герой Югославии. В дни празднования 70-летия освобождения Белграда мы в составе российской делегации были приглашены на торжества, в рамках которых в нескольких местах Сербии была посажена памятная сирень, в том числе и сирень маршал Бирюзов. Как писала об этом событии местная пресса, кустами прекрасной сирени маршал Бирюзов вновь вернулся в Сербию. Очень красивая, обильно цветущая, нежная, розовая с шоколадным оттенком сирень рано переходит к цветению и каждый год доставляет любителям сирени огромное удовольствие. А это вот кусты сирень маршал Бирюзов у памятника освободителям Белграда. Маршал Баграмян темно-розовые бутоны этой сирени после распускания светлеют, превращаясь в крупные, ажурные, чисто белые цветки. Близкие люди, хорошо знавшие маршала, говорят, что в характере Ивана Христофоровича и у этой сирени было много общего. Неунывающий характер, яркость и чистота. Академик Курчатов посвящен одному из крупнейших ученых 20 века маршалу от науки, без которого ставилось под вопрос само существование Советского Союза как государства и нас как народа. Крупные соцветия красивых, необычных курчавых цветков это курчавая сирень академика Курчатова. так, это закончилась первая часть презентации если можно включить и вторую. и сиреневоды Санкт-Петербурга и просто жители города на Неве проявляли и продолжают проявлять большой искренний интерес к нашей работе. И когда нам стало известно, что у Питера практически нет своих сортов сирени, то наша группа активно взялась за работу над сортами ленинградской и санкт-петербургской тематики, в результате чего были созданы 20 сортов, в том числе 7 сортов военной тематики, многие из которых уже подарены городу на Неве. Маршал Говоров. Имя этого полководца вписано золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны и великого города на Неве. Именно Леонид Александрович сыграл исключительно важную роль в обороне Ленинграда и особенно в прорыве и снятии блокады с города в 1944 году. Простая строгая парадная сирень с белыми отворотами по краям лепестков, напоминающая седину не по возрасту рано повившуюся на висках маршала. Защитникам Ленинграда. В развитии ленинградской темы и с учетом того, что нашими предшественниками ранее были выведены сорта защитникам Бреста, защитникам Москвы, мы решили, что и у города героя на Неве в память о защитниках города и жителях осажденного города тоже должен быть такой сорт. По нашей просьбе среди ветеранов, участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города был проведен опрос, с учетом результатов которого сирень защитникам Ленинграда получилась именно такой, какой хотели ее видеть сами ленинградцы. На этом фото момент вручения сорта защитникам Ленинграда представителям города. Говорит Ленинград Этими словами начинала свою ежедневную работу радио осажденного города. Замиранием сердца защитники и жители города старались как можно чаще слышать эти слова. А услышав их понимали, что несмотря на все тяготы и лишения город борется, город жив. Простая крупная лиловая сирень по краям лепестков которой по всему периметру проходит тонкая светлая полоска. А цветки по форме очень напоминают уличные репродукторы осажденного города. Ольга Бергольц Эта сирень посвящена замечательному поэту а одному из символов осажденного но непобежденного города музе блокадного Ленинграда. Махровая торжественная сирень с цветками распускающимся из темных бутонов и превращающаяся в яркие сияющие звезды. На этом фоне момент посадки сирени у памятника Ольге Федоровне Бергольц. Ленинградская симфония строгая торжественная продолжительная и обильно цветущая сирень. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича написана в осажденном городе и ставшая одним из символов непобежденного Ленинграда. Ладога. Сдержанная очаровательная сирень среднего срока цветения. Сорт очень привлекательен прохладной как чистая озерная вода, окраской как туманы над озером и долгие белые ночи. Дорога жизни. Крупные простые величиной с пятерублевую монету цветки наваливаясь и перекрывая друг друга напоминают лед истерзанный снег. ледовая дороги жизни единственная дорога которая тонкой ниточкой связывала осажденный город с большой землей. Антуан де Сент Экзюпери Этот сорт мы посвятили известному писателю, поэту и профессиональному летчику, автору маленького принца. Его именем названы планеты и горные вершины. А теперь память об этом человеке будет жить еще и в сорте сирени цветки которые напоминают звезды. Нормандия Неман сорт в честь французской истребительной эскадрильи 83 французских летчика которые были награждены боевыми наградами а 4 лейтенанта эскадрильи стали героями Советского Союза. Василий Теркин бутоны бутоны этой сирени темно-лиловые цветки крупные густо махровые причудливо закрученные заостренные лепестки этой сирени напоминают ершистого никогда не унывающего весельчака находчивого солдата Великой Отечественной войны героя бессмертной поэмы Александра Твардовского Жди меня Красивый поздний сорт с символическим названием эту сирень мы посвятили великому стихотворению Константина Симонова которая в годы войны передавалась из рук в руки из уст в уста звучала как молитва заклинания соцветие обычно состоит из двух нередко сближенных густо махровых красивых кистей Темная ночь сорт посвящен одной из наиболее любимых песен созданных во время Великой Отечественной войны узнаваемая впечатляющая сирень бутоны темно-фиолетовые цветки очень крупные красивой формы и не выгорающие окраски Катюша бутоны темно-вишневые цветки ароматные переливчатые окраски окраски с внутренней стороны лиловые с внешней шоколадные редкие по привлекательности замечательный сорт позднего срока цветения Риорита очень необычный изящный сорт с зелеными бутонами и заостренными лиловыми а позже голубыми лепестками эта экзотическая сирень напоминает старинный необычно популярный в военные годы посадобль Риорита синенький скромный платочек простенькая на первый взгляд совершенно бесхитростная сирень но открытое обильное цветение плотной кисти с очаровательными некрупными напоминающими незабудки цветами делают это сорт очень привлекательным на этом кадре сирень синенький скромный платочек цветущая в парке победы в Москве на Поклонной горе Илья Муромец кусты этой сирени коренастые мощные прочные соцветия парные прямостоящие как будто набиты бутонами эта сирень создает ощущение богатырской силы мощи а плотно сидящие друг к другу цветки своим видом напоминают кольчугу русского воина Александр Невский 800-летие со дня рождения Александра Невского вся страна отмечала в этом году кисти крупные красивой конической формы цветки простые очень крупные яркой окраски округло-овальные лепестки по мере цветения отгибаются наружу приобретая легкий сине-фиолетовый оттенок центр цветка синеет перекликаясь с водной стихией Невы реки Великой и Чудского озера сорт хорош продолжительным ярким цветением стойкой окраски соцветий похожих на княжеский красный плащ в канун празднования дня рождения великого благоверного князя Александра на территории Никольского скита Свято-Троицка Александра-Невской Лавры в Кингисепском районе Ленинградской области был торжественно заложен Александровский сад сирени посвященный защитникам нашей Родины массив спроектирован в форме Андреевского креста в посадке принимало участие более 100 человек представителей духовенства военных сиреневодов ну и местных жителей Александр Прохоренко яркий контрастный торжественный сорт бутоны красно-фиолетовые побеги оси соцветия основания цветков и листья с трагическим антоциановым оттенком сорт создан по просьбе союза журналистов России в память о герое Российской Федерации старшем лейтенанте Александре Александровиче Прохоренко погибшим в боях за Пальмиру Милосердие Это сирень дань уважения к тем кто умеет сострадать воспринимать чужое горе как свое и совершать добрые дела сорт узнаваемый запоминающийся нежный и ароматный А теперь немного о посадках нашей сирени в рамках международного движения Сирень Победы Начиная с 2012 года русская сирень активно участвует в закладке сиреневых аллей и парков во многих городах страны Много памятной сирени было высажено в районе Щукино и в других районах Москвы где улицы носят имена полководцев Великой Отечественной войны В 2015 году в год 70-летия Великой Победы наши сирени были высажены в парке Победы на Поклонной горе где они расцвели уже как я говорил на следующий год в ходе таких мероприятий родилась традиция высаживать свою именную сирень на Поклонной горе Василевские высаживает сирень маршал Василевский Жуковый маршал Жуков Бирюзовый Малиновский Коневый Соколовский соответственно каждый высаживает свой именной сорт здесь слева семья Василевских Малиновская Эра Жукова и Наталья Ивановна Конева они все высаживали каждую свою именную сирень значит сирень интересное растение она интересна всем от мала до велика это сирень маршал Малиновский который цветет на Поклонной горе наша сирень растет на территории многих вузов значит на территории МГУ у вечного огня на территории института ИНЯС лингвистический университет на территории МГИМО и других вузов мы высаживали свою сирень на территории военно-исторического российского военно-исторического общества в 2015 году сирень высаживали во всех нашу сирень высаживали во всех крупных парках Москвы из Маевола Сокольники Красная Пресня и Северная Тушина Появилась также традиция которая продолжает развиваться высаживать сирень на могилах на братских могилах героев Отечественной войны это в Латашинском районе деревни Теребетова братская могила моряков Тихоокеанцев деревня Рузина под Зеленоградом значит наша сирень сегодня растет в городе Троицке Волоколамске Истре Подольске Красногорске Зеленограде в 2015 году группа подарила городу на Неве первые три сорта это Ленинградская симфония Дорога Жизни и Ладога В Питере нашей сирене было высажено и продолжает высаживаться очень много Значит в дар музею Дорога Жизни мы преподнесли вот такой уже достаточно большой экземпляр сорта Ладога Сиреневый сад Победы был высажен в Великом Новгороде Сирень маршал Конев высаживалась в Кирове на родине маршала Конева в Казани в Иваново в Оржеве на аллее Героев Советского Союза оборонявших Ржев в Муроме на территории оборонного радиозавода наконец в Нижнем Новгороде Нашу сирень мы высаживали в Курске Виноват Так сейчас Было 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 Нижний Новгород Это Курск Наша сирень высаживалась также в Белгороде Это на территории университета заложена крупнейшая в стране коллекция сирени Организован очень крупный селекционный центр и в Прохоровке на месте крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны был заложен первый в стране и в мире парк-музей военной сирени где сегодня высажены примерно 560 кустов сирени 35 военных сортов Все проходило в толжественной обстановке возглавлял мероприятия Николай Иванович Рыжков который является членом попечительского совета Прохоровки география посадок нашей сирени сегодня это от Ладоги на севере до Крыма Севастополь Симферополь Догомыс Сочи от Бреста на западе до Владивостока на востоке нашей страны посадки мы участвуем в посадках не только сирени Победы но также и духовных сортов много сирени высаживается у храмов в монастырях это в Новопеределкино высадка сиреней и вот что получилось в результате а также в исторических усадьбах это сорт Александр Блок который мы подарили усадьбе Блока в Шахматово под Москвой и усадьбе Рахманинова в Тамбовской губернии Международное движение сирени ширится растет и набирает силу только в 2015 году по нашим данным в стране в ходе праздничных мероприятий было высажено более 10 тысяч кустов памятной сирени страна у нас большая своей истории героев и памятных мест очень много желающих посадить памятную сирень тоже очень и очень много и число этих людей постоянно растет конечно нужны и новые сорта но еще больше сегодня нужны саженцы хорошие саженцы в том числе и саженцы сирени победы и нужно их много благодарю за внимание спасибо сергей за интересный доклад это спасибо сергей за интересный доклад это был Сергей Алладин кандидат сельскохозяйственной наук руководитель селекционной творческой группы русская сирень автор 120 сортов сирени господа у вас есть возможность задать вопросы я услышу Сергей огромное вам спасибо на самом деле селекцию делали как науку чтобы накормить людей но селекция декоративных культур это чтобы накормить наш эстетический голод огромное вам спасибо за память спасибо спасибо мы стараемся поддержу коллегу прям трогательно до слез я считаю только благодаря таким людям мы получаем как ландшафтники прекрасные сорта сирени высокой декоративности но и как россияне память о нашей истории спасибо вам огромное спасибо спасибо и примите пожалуйста от нашей конференции благодарность за участие за прекрасный доклад оставьте свои контакты я думаю у вас поклонников после этой конференции возрастет